Приветствую вас, дорогие любители и знатоки шахмат, с вами на связи мастер Фид Максим Амариев и сегодня мы разберем с вами решающую 12-ю партию матча звания чемпиона мира между Магнусом Карлсоном и Сергеем Карякиным Сегодня у нас Магнус играл белыми и все ожидали бескомпромиссной битвы Но сейчас мы с вами увидим, что же в итоге получилось Но прежде чем начать этот обзор, хотелось бы рассказать то, что как вы видите, здесь уже нету видео вставок Потому что владельцы трансляции подали жалобу и в итоге все видео обзоры этого матча удалили Конечно, обидно, я думал, что они войдут в положение, что я там их трансляцию в том числе и пиарил Но вот в итоге они подали жалобу и все видео удалили Так что теперь у нас будут следующие обзоры без видео вставок Конечно, так может менее интересно смотреть, но шамотную составляющую тем не менее я передам так же, как и раньше, чтобы вам было интересно Ну что ж, поехали Сегодня у нас была испанская партия, как и обычно Е4, Е5, КН3, КН6, СНБ5 И начался Берлин Это было немножко удивительно Но события начали разворачиваться, как по третьей партии матча СЛОН Е7, СЛОН Ф1, КНЕ5 Рокировка, Д4, СЛОН Ф6 И в третьей партии матча Манус Карлсон всех удивив, отступив ладьей на Е2 И там мы помним, что он после хода Б6 сыграл ладья Е1 Та партия закончилась ничью, но Манус Карлсон имел выигранную позицию Сегодня же он отступил ладьей сразу на Е1 Последовал ладья Е8, СЛОН Ф4 На вид как жертва пешки, после ладья Е1, ФЕ1, черные могут сесть на Д4 И на самом деле, они пешку выигрывают, но здесь они получали неприятную позицию После точного хода слон бьет Д6 ЦД и КНЦ3 У черных вот эти слабые, здесь двойные пешки Ладья выходит на Д1 И несмотря на преимущество двух слонов Как мы здесь в прямом эфире отметили с Алексеем Шировым У черных позиция неприятная Нельзя даже Б6 сыграть, потому что последует ФЕ4 вот с такой вилкой Поэтому на это, разумеется, Сергей Карякин не пошел Пешку брать не стал, а сыграл КНЕ8 Здесь последовало С3, точнейший ход, просто защищаем пешку Д5 и слон Д3 Ж6, это все теория, КНЕ3 Здесь у Мануса Карлоса уже была партия, где он сыграл КНЕ2 против Владимира Крамника И к этой партии мы чуть позже вернемся, друзья, вы поймете почему Там были довольно интересные моменты Было сыграно КНЕ3 В принципе, у этих ходов одинаковая идея перевести КНЕ3 Но, правда, в случае КНЕ2, КНЕ мог не только через Ф1 на Е3 пойти Но еще мог сразу на Ф3 выпрыгнуть Давайте посмотрим, что у нас получилось в этой партии КНЕ3, С6, чтобы вырубить этого КНЕ2 КНЕ2, КНЕ7 Именно КНЕ мы ставим на Ж7, чтобы сыграть слону Ф5 Поменять этого слабого слона И здесь последовал ход ФЕ4, Д2 Этот ход мне в прямом эфире не понравился Потому что он допускает вот этот размен слонов Думаю, что принципиально было сыграть КНЕ3 И здесь нету разменов никаких Но, впрочем, здесь у черных позиция не хуже Но при наличии легких фигур Больше шансов на долгую и интересную борьбу А вот после хода ФЕ4, Д2 Сергей Каракин сыграл слону Ф5 И тут неожиданно начались размены КНЕ5, КНЕ3 КНЕ3, ФЕ3 И тут мы все заподозрили, что Магнус Т не на борьбу вышел сегодня А хочет сделать быструю ничью И перевести все в тайбрейк И на самом деле, уже не буду держать интригу до конца Здесь реально все так и произошло ФЕ7, поменяли ФЕ7 Ну и тут вообще ничего нет у белых Просто все разменивается Было сыграно слону Ф8 Впрочем, можно и ладей Е8 было сыграть Ничего страшного Здесь на связку могли бы сыграть король Ф8 Ну и разумеется, этот перчечный Энш пельничейный Но на всякий случай Сергей Каракин сыграл слону Ф8 Чтобы никаких связок не было Ну и далее последовало Можно так сказать, еще последовало Перки он надвинул здесь Карлсон Но это ничего не дает Ладей поменялись И соперники до 30-го хода Сделали нужные ходы Потому что у нас есть правило, что нельзя соглашаться на ничью до 30-го хода И после хода слон Е7 Вот в этой позиции согласились на ничью Но как мы видим, здесь у нас сухая пустыня Поэтому комментировать здесь особо нечего Просто абсолютное равенство Вот так, друзья, закончилась сегодняшняя партия Действительно удивительно Почему Магнус Карлсон не пошел на борьбу А все же он мог это сделать Вот я не случайно упомянул эту партию с Крамником Вот здесь вместо хода конь А3 Он сыграл конь Д2 И получил даже выигранную позицию Давайте я вкратце покажу, как это было Вот так он наращивал давление Поменяли слонов Кстати, вот получилась такая же позиция практически Но вот здесь Карякин сыграл ферзь Д7 Но вот в этой партии Владимир Крамник сыграл ферзь Д7 Решил сразу ферзей не менять И замечу, что здесь хода ферзей 7 нету Потому что мы успеваем съесть пешку на С7 То есть это улучшенная редакция позиции для черных Возможно здесь Владимиру Крамнику стоило сыграть С6 И после хода ферзь Д2 у нас получилась бы точно такая же позиция практически Слоны в 5 Поменялись Конь Е3 Так что не исключено, что и в той партии с Крамником Карлсон хотел сделать ничью Но вот Крамник сам пошел на войну Здесь сыграл ферзь Д7 и стал менять ферзей И в итоге белые захватили линию Ну и партию я быстро промотаю Потому что она не имеет отношения к этой прямого Ну и в итоге Магнус Карлсон вот эту позицию перекатал Хотя казалось, что здесь тоже сухая позиция, очень близко к ничей Вот в итоге он так прорвался, король вышел вперед Но Владимир Крамник чудом здесь сделал ничью За счет вот этой контратаки Сейчас он стоит без трех пешек, но ладья торгается на второй ряд И в итоге Крамник сделал ничью Давайте я быстро промотаю, как это получилось Вот здесь Сеншпель 3 против 1 Но он не выигрывается И в целом Еще последовало, как говорится Вот в этой позиции они согласились на ничью Так что в теории Магнус Карлсон мог как-то еще побороться за победу Но было видно, что сегодня он не рассчитывал на долгую борьбу В итоге партия у нас закончилась вот такой ничьей Итак, друзья, я благодарю вас за внимание Ставьте лайк, если вам понравилось это видео Конечно, без видео вставок оно стало менее динамичным Не видно выражения лиц Шахматистов Конечно, очень жаль, но видимо Не смогу я делать такие вот видео вставки Но что-нибудь придумаю, чтобы было более интересно и интерактивно для вас Рекомендую подписаться на канал Потому что нас ждет впереди интереснейший тайбрейк Он пройдет 30 ноября в 22.00 по московскому времени И я в прямом эфире с другими сильными гроссмейстерами Буду комментировать это все для вас Будет очень интересно Я думаю, будет огромное количество зрителей в прямом эфире Это реально будет грандиозное шоу Также я хотел бы поблагодарить компанию Foxford, которая была спонсором прошлой трансляции Поскольку гроссмейстеры у нас, разумеется, такие именитые вступают не бесплатно И вот компания проспонсировала их участие в нашем прямом эфире И поэтому я хотел бы пару слов рассказать о ней Она предоставляет лучшее онлайн обучение С 5-го по 11-й класс по общеобразовательным школьным предметам Таким как русский язык, математика, география, история В общем, по всем школьным предметам Если у вас есть какие-то пробелы, обязательно переходите по ссылке под этим видео Там первый урок бесплатно Познакомитесь Я думаю, что вы получите много пользы Ну а также вам рекомендую скачать книгу 21 критическая ошибка новичка в шахматах В эту книгу вошел опыт всех чемпионов мира В ней изложены самые лучшие рекомендации И после ее прочтения вы значительно ускорите свой шахматный рост Потому что избежите этих критических ошибок Ну что ж, друзья, подписывайтесь на канал Скачивайте книгу И до встречи в прямом эфире 30 ноября